МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ни для кого не секрет, даже для самих европейцев, что нынешние экономические проблемы Европы следствие ее разрыва с Россией. И называть происходящее экономическими проблемами без приставки катастрофически тоже было бы неправильно. Просто вдруг в одночасье лидеры стран ЕС решили на зло бабушке отморозить себе уши, а страдают от этого обычные жители, которые совершенно не могут повлиять на политику в своих оплотах демократии. Мы за мир, идут войны на Украине, в газе, но ведь Германия не воюющая сторона, поэтому мы должны искать соглашения путем дипломатии и мирных переговоров. Но вместо этого мы поставляем оружие одной стороне против другой и только подпитываем убийства и разрушения. Это очень постыдно, особенно для Германии. Или могут? Разберемся на примере прозревающей Германии. В 70-е годы немецкие политики преодолевали сопротивление США, когда заключали с Советским Союзом знаменитую сделку газ в обмен на трубы. Годы прошли, и уже новые политики, не моргнув и глазом, разрушили у себя же дома то, что создавали их предшественники. Ладно, пусть в прошлом ФРГ имела дело с Коммунистическим Советским Союзом, но сейчас-то никаких идеологических заборов между РФ и Германией вроде как и нет. Так зачем же лидеры социал-демократической правящей партии в Германии во главе с Шольцем, маниакально зацикленной на уничтожении экономики своего государства и благосостояния его жителей, планомерно стреляют себе в ногу и упорно отказываются от выгодного со всех сторон сотрудничества? В Германии необходимы политические перемены. И я обращаюсь к федеральному канцлеру, социал-демократам, зеленым и СВДП. Ситуация не может продолжаться так, как это было на протяжении последних двух с половиной лет. Почему миллионы мигрантов в стране стали дороже в прямом и переносном смысле собственных граждан? Для чего миллиарды евро из процветающей в недалекие прошлые державы утекают в карманы Зеленского и КО? И кто виноват в том, что в результате политического курса страны Германию буквально парализовало и выбираться из этой ямы придется даже не годы, а десятилетия? Люди жаждут мира и хотят, чтобы там перестали гибнуть люди. Кажется, немцы научились все-таки пользоваться глазами и ушами по прямому назначению. И тактично, с помощью собственных прав, прописанных в Конституции, сказали Олафу «Уходи». И это не неожиданный удар, а пропущенный в честном бою. Нельзя же довести ведущую когда-то экономику Европы до упадка и ждать, что народ безропотно поддержит и скажет «Спасибо, до Запада просто никак не дойдет, что далеко не всем нравится быть терпилами и экономически разрушать свою страну ради очень сомнительных целей». Посмотрите на сегодняшние проблемы, на кризис евро, на миграционный кризис. Что послужило их причиной? И разве мы виноваты в этих проблемах? Нет. Мы просто начали говорить о них. Можно ли решить проблему, если замалчивать ее? Нет, не думаю. Все больше немцев, как показали выборы, понимают, что политика руководства Германии губительна в первую очередь для их страны. Из безусловного лидера Европы и промышленного локомотива при Шольце Германия превратилась в некое подобие крошечной и слабенькой Прибалтики, лишь гавкающей на Россию при каждом удобном случае. Растерял и ради этого не только экономический потенциал, но и, похоже, даже собственный суверенитет. Политика так называемых традиционных партий становится безальтернативной. Нам говорят, надо спасать Евро, Грецию, принимать беженцев, а как иначе, выбора-то нет. На самом деле, альтернативы есть всегда. Экономика Германии находится в кризисе. Предприятия уходят в США. Потеря дешевых российских энергоресурсов привела к неконкурентности их производств. Шольц же втянул в свою страну войну. На Украине сегодня ФРГ главный поставщик вооружения киевскому нацистскому режиму и его главный спонсор, разумеется, за счет собственных граждан. Все это происходит не только на фоне сильнейшей стагнации экономики, но и неэффективной, разрушительной миграционной политики. Государство рушится, и в результате может начаться гражданская война. И мы должны это предотвратить. И я считаю, что результаты выборов также стали стоп-сигналом из Тюрингии. Дело в том, что в последние годы в страну впустили миллионы людей из стран, которые не разделяют наши ценности и которые создают реальные проблемы. И эту проблему нужно решать, и мы будем решать ее как альтернатива для Германии. Учитывая результаты голосования в Саксонии и Тюрингии, сложно представить, как он и его правительство могут руководить Германией еще год. Наверное, самый действенный способ, годами проверенный в Европе и США, это провернуть очередную аферу, так называемую политику отмены. Навешать на лидеров, победивших партий, судимостей, обвинений в домогательствах, организовать пару покушений. Именно такими инструментами обычно пользуются те, кому не нравится, что народ хочет спастись от национального краха и не хочет окончательно передать свою страну в приезжие руки. Отлично, альтернатива заслужила это, если правительство не может заниматься политикой, не может беречь людей, это их собственная вина. Всего наилучшего. Сегодня свободная пресса почему-то не пишет о том, что политика нынешних немецких властей вполне закономерно привела к тому, что оппозиция использует лозунги о прежней стабильности и дешевых энергоресурсах, чтобы склонить избирателей на свою сторону. И, о боже, у них это с успехом получается. Еще год-другой назад Шольд с союзниками и зеленых посмеивался с альтернативой для Германии как с чего-то несущественного, а теперь вынужден слушать правильный, главное, логичный, куда не ткнить спич сопредседателя альтернативы для Германии Тина Хруппола. Если вы занимаете второе место и становитесь второй силой в стране, опередив СДПГ, партию канцлера, зеленых и левых, то, конечно, вы можете быть только довольны. Так что я очень доволен. Избиратели выбрали нашу программу, наши позиции, и они, наконец, видят, что этой стране нужна альтернатива. Кстати, что из себя выдавил сам Шольц после политического разгрома? Да, как обычно, нашел во всем заговор Путина и вообще. Назвал тревожными результаты выборов в Саксонии и Тюрингии, призвав создать правительство в этих регионах без представителей АДГ. Или, как он сказал, без правых экстремистов. АДГ, получившее более чем треть мандатов при любом раскладе, сможет блокировать важные решения, принимаемые региональным правительством. Но шансы попасть в коалицию при объединении противников у альтернативы для Германии пока невелики. Одно известно точно, в 2025 году Германии предстоит пережить федеральные парламентские выборы. И вот там у Шольца шансы на переизбрание уж точно невелики. А если одним русофобам станет меньше, это уже хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok